Всем привет, с вами Леша, вы смотрите Soundcheck. Сегодня я вам расскажу о мониторах Adam F5. Поехали! Главный партнер djshop.by Adam Audio – немецкая компания, производящая акустические системы. Основана в 1999 году. Главный офис и завод находятся в Берлине. Компания предлагает акустику для дома, мультимедиа, инсталляции и про-аудио. Нас интересует последний сегмент. Студийные мониторы включают в себя профессиональную серию SX, полупрофессиональную AX и доступные спикеры начального класса серии F для домашних студий и музыкантов. Линейка представлена двумя моделями F5, F7 и сабвуфером. Мы посмотрим на более популярную и доступную модель. Помните, что лучший и безопасный способ распаковать мониторы – перевернуть коробку после вскрытия и с легкостью снять. В комплекте находится документация и сетевой кабель. F5 – двухполосный активный монитор ближнего поля. Нижночастотный драйвер 5 дюймов и был разработан с нуля специально для этих мониторов. По спецификации отыгрывает до 52 Гц. Стандартный показатель для такого размера. Фирменный ленточный твиттер X-Art достойен отдельного видео. Именно благодаря ему мониторы ADM так легко узнаваемы среди прочих. Технология позволяет существенно снизить вес и инерционность подвижной системы с одновременным увеличением площади излучателя. По сравнению с традиционными решениями повышается чувствительность, улучшается равномерность частотной характеристики, снижаются искажения. Отличительной особенностью является способность воспроизведения частот вплоть до 50 кГц. Производитель заявляет, что их твиттеры не имеют резонансов и не окрашивают звучание. На практике же мониторы ADM оставляют крайне неоднозначные впечатления. История схожа с легендарными GENERIC. Сколько людей их любят, столько же и ненавидят. В этом случае, как никогда, актуален совет – сперва хорошенько послушайте и попытайтесь разобраться, ваш ли это звук. Оба драйвера снабжены усилителями класса AB. По 25 Вт РМС каждый. Порт фазоинвертора расположен спереди, поэтому мониторы менее чувствительны к расположению возле стен. На задней панели находятся комбинированный балансный разъем TRS XLR и небалансный RCA. Полочные фильтры верхних и низких частот, плюс-минус 6 дБ. Регулятор чувствительности. Срез 80 Гц в случае подключения сабвуфера. И кнопка питания. В целом F-серия своего рода даунгрейд с более дорогих AX. Главное отличие – форма отверстия фазоинвертора и материалы низкочастотного драйвера. В старшей модели используется комбинированный слой из углеволокна и кевлара, а в младшей – сочетание углеволокна и бумаги. Твиттеры чуть отличаются по размеру, но выполнены по одинаковым технологиям в обеих моделях. О своих впечатлениях я рассказывать не буду, так как звук Адам явно не для моих ушей. Лучше отправимся в студию Force и выслушаем мнение эксперта. Но и было принято решение о записи звучания каждых мониторов. Ни в коем случае не рекомендую пользоваться услышанным как референсом. Цель – показать общую картину и характер звучания, который будет отчетливо ясен даже неподготовленному слушателю, особенно в сравнении с другими моделями. Решение при выборе мониторов принимается только на основании живого прослушивания. А лучший способ – взять на некоторое время несколько моделей в свое помещение и поработать. При записи мы использовали измерительный микрофон DBX, преамп Citec MPX, аудиоинтерфейс Universal Audio Apollo 16. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как и во всех адамах, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, он ровный верх, но он жесткий То есть, ну, я, ну, по долгой работе Долго с ними бы не выдержал работать Я знаю многих людей, которые только с ними И долго и могут работать А ты работал с A7X серией, которая идет старше Ну, вообще я тестировал у себя всю AX серию То есть, это пятерки, семерки, восьмерки Ну, мое мнение, что F5, ну, F серия Даже, скажем, я бы не сказал, что она очень хуже Или она более так джуниор, скажем, серия То есть, это адекватная серия, которая может конкурировать с AX серией Более профессиональной, более дорогой И, честно сказать, в хорошем смысле конкурировать Почему? Потому что F серия гораздо дешевле И, ну, там есть пару плюсов, которые бы я Как бы выделил, так сказать, из F серии И чего, ну, как бы в AX серии нет Например? Например, ну, мне не нравится немножко такая надутость в AX серии Самого звука Ну, F серия, она попроще Но она чуть-чуть более натуральная такая для меня Ясно, хорошо, спасибо тебе Оставляйте комментарии, задавайте вопросы Увидимся в следующих выпусках Пока!